Хелло гайз! Здравствуйте, я Денис Курбатов, стоковый фотограф. На канале я делюсь с вами и фиксирую для себя фишки, придумки, задумки, отзывы в таких фотодеятельностях, как стоки, услуги, проекты, лайфхаки и потому назвал канал СУП-ЭЛЬ. Сегодня серия лайфхака. Это фишки, находки, которые упрощают жизнь или в данном случае предотвратят дорогостоящий ремонт, а то и полностью замену оборудования. Расскажу о страховке фотопояса и о моем варианте ношения фотоаппарата в походе с туристическим рюкзаком. Я пользуюсь в съемках вот таким вот разгрузочным ремнем, на котором крепятся объективы, подсумочки, необходимые девайсики тут у меня, элементы питания. И в один прекрасный день по окончании съемки у меня вдруг внезапно расстегнулся ремень. Скорее всего он был недостегнут из-за одежды. Тогда у меня был одет свитер и возможно он попал в застежку ремня. И это выглядело таким образом. На двух объективах были разбиты защитные фильтры. Третий был прикреплен на фотоаппарате и, к счастью, не пострадал. Придя домой и сразу взявшись за процедуру осмотра, потому как необходимо было настроиться, чувствовал, что пахнет непредвиденными затратами. Очистил объективы от осколков стекол фильтров, выкрутил ободки фильтров и перешел к тестировке объективов. 70-35 японец выжил, он поменьше длиной, кофр его лучше защитил. А вот любимец 80-200 остался без возможности двигать фокусом. Помог с полным восстановлением объектива Александр Компанеец из Харькова. Рекомендую. Ссылки будут приведены под видео. Посмотрите сколько отзывов. Красота. Пока решалась ремонтная тема, хотелось закрыть возникновение такой ситуации в дальнейшем. Сделать страховку на ремень. Кстати, продаются готовые страховочные шнурки, но они меня не устроили карабинчиками, потому из отдельно купленных вот таких вот карабинов и синтетического шнурка получилась вот такая вот страховка. Колечки здесь сделаны с помощью пластиковых застежек. Вот теперь спасение ситуации будет выглядеть таким вот образом. Ремень будет виснуть просто на мне. И кстати, страховка для пояса будет уместна и в походе. Для себя в данный момент выбрал минимальный вариант фотооборудования в рюкзачный поход. Рюкзак будет тяжелый. Еще многое не могу отдать цену и пока остаюсь приверженцем все-таки фотоаппарата, чем смартфона. Я беру в поход камеру, объективы. Один объектив 80-200, второй на камере 17-35. Тут же будут аккумуляторы, там тряпочка для протирки, карты памяти. Также у меня здесь будут пакеты от дождя. Здесь подсумок, в котором смартфон, пауэрбанк, кафелек. В прошлых походах сумка висела и пристегнутый к ней объектив. Сверху одевался рюкзак и, соответственно, плечо, на котором были ремень, фотосумки и лямка от рюкзака, ну, отсверливалось, передавливалось, сильно болело это плечо. Соответственно, необходимо было что-то придумать в следующий поход. По крайней мере, изменить. Итак, как было? На ремне фотосумка и к ней пристегнут бочонок с объективом. Вариант 2. На застежках лямок рюкзака туристического привесить, но при ходьбе это все будет болтаться. Вариант 3. Это на поясе рюкзака. Интересный вариант получается, но когда снимаешь рюкзак, ставишь на землю и это все может разбиться. То есть, это будет опасно для фотооборудования. И четвертый вариант – это закрепить все на таком разгрузочном фотопоясе. Остановился на последнем варианте, хотя при нем я лишаюсь возможности пользования разгрузочным поясным ремнем рюкзака. Теперь вопрос, как застегнуть фотосумку на фоторемень-разгрузку с объективом и под сумком вопрос уже решен штат. Фотосумку пристегиваем с помощью карабинов и пластиковых затяжек. Здесь, как нельзя, кстати, будет и страховка. Для быстрого доступа к камере уже после похода я прицепил еще вот такой вот карабинчик. Часто застегивать на молнию очень неудобно, а также пользоваться одной рукой ну очень было неудобно. Держать сумку открытой, ну как бы небезопасно для камеры. С помощью одной руки я легко могу застегнуть фотосумку с фотоаппаратом. Вот в таком варианте я уже испробовал ношение минимального комплекта оборудования. Это было в пятидневном походе и буду оставлять на дальнейшее, возможно, с небольшими доделками усовершенствования. Кстати, если кто поделится, как справляется в походе с фотооборудованием, видеооборудованием, в пешем походе, в велопоходе, чтобы был всегда быстрый доступ к нему и безопасность, плюс приемлемое удобство. Это будет очень здорово. Таким образом можно прийти к чему-то еще более оригинальному. Что ж, на этом все. Спасибо за внимание. Пока!